Ян Госсайд, 59-512 года. Мне заинтересовала эта картина своей необычностью. Посмотрите, как она сделана. Это две части, как бы разделенные пополам, как будто ты в окно смотришь. Во-вторых, она сделана в черно-белых тонах, исключительно. В-третьих, она немножко удивительна по своей композиции и по своему написанию. Что это за шляпа? Похожа на женскую, с какими-то цветочками. Смотрите, мужчины, кроме непреклоненной, держат руки камень. Причем такой заостренный. Что это за животное, я вообще не понимаю. Человек-лев, уши где-то на макушке. Города. Какие-то когти непонятные. Совершенно. Уже на другой руке сжимает нож. Если я правильно понимаю. Нож. Какая-то странная у нее рука. Или что-то еще у нее там. Уражение лица совершенно непонятное. У меня она непонятная. Какая-то грусть быстрее всего. Даже не злость, а грусть в лице. Замок, вершины горы. Скалы. Какой-то очень пейзаж. Мрачный. Темное, серое небо. Вот. Тут распятый, наверное, Иисус. Хотя на Иисуса он совсем не похож. По кольцам. Там у него распят. Смотрите, он уже на дереве, да? Практически крест прибит в дерево. Человек распят на дереве. Дерево. Частично облудное. Мрачское. Маленькое. Маленькое. Сброшенное. Малахон. Обратите внимание. Вот еще одно животное. Которое на переднем плане. Непонятное совершенно. Породы. Со странными каптистами. Вот они. Какие-то заросшие. Ослик. Ослик. Мне все понятно. Что здесь животное? Непонятно. Нидерланды. 1510 год, да? Что хотел сказать эта картина? Святой Жерон. Надо, конечно, Библию почитать. Важно, чтобы проясниться, если почитать историю Святого Жерона. Но все равно вот эти животные абсолютно непонятны. Смотрите, какой взгляд. Ноги выписаны тщательно. Камни. Смотрите, какой выписаны камни. Да, картинки несколько необычные. Как-то они вписываются всеобщие. Такие портреты. Веселые, грустные, но цветные. Статичные, как обычно бывает. 16 век. А тут начало. Начало 16 века. Не понимаю, что такое. Но контраст есть, конечно. С самими другими картинами даже в этом же зале. Портрет. Прожаем. Ну ладно. Вот такая вот интересная картина была у него. Вот, кстати, его вторая картина здесь же. Тоже, конечно, не у него такая специфическая. Но все-таки яркие краски какие-то. Вот, вооружение лица. Смотрите, голова как бы, лицо отдельно как бы от тела. Шея как-то непонятно повертывает. Как-то плоское лицо. Плоское, нет объема. Владелец просто жуткий. 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 Такой же, как у того мужчины. В предыдущей картине. Она прекрасно выписана в форме. Посмотрите, как. Большая картина. Как выписана деталь. В плане каждая завитушка. Каждая. Даже в книге, наверное, можно включить буквы. Если, конечно, удастся нет. Эти камеры, к сожалению, не берет. По кафе, наверное, выложены. Вот такой вот художник. Ян Госсаэрт. 1532 год. Кстати, это более поздняя картина. Ну ладно, вот так. Все. Всем пока. Спасибо.